Чемпионский кубок Мы к этому шли три года. Ребята, которые заняли у нас первое место, занимаются довольно давно. Очень сил много вложено. Огромное спасибо, хотим сказать, в первую очередь родителям, потому что они помогли ребятам определиться с видом спорта, поддерживали их, потому что спорт не из легких. Утром следующего дня ребята продолжили тренироваться дома. Они довольны и счастливы, и будто совсем не устали после долгой поездки. А в перерыве с удовольствием смакуют подробности той финальной игры. Было очень сложно. Мы даже до золотого мяча играли. Это когда дополнительное время дается. Было 2-2. И Егор Гуров, он занес решающую попытку нашу. И мы победили. Все плакали от радости. Так было, эмоций полно. Прям хотелось прыгнуть и куда-то улететь. Не знаю. Игра была в одни ворота, можно сказать так. Мы их разгромили 35 на 0. Вторая игра. Психологически наши ребята немножко уступили дагестанцам. Мы проиграли. Но так как Южкорола выиграла Дагестан, мы вышли в первую четверку, где были команды все равные, где наши ребята смогли к счастью перебороть свой страх, побороть все свои отрицательные эмоции. И вырвали Кубок Банка Зенит в наши руки, в наш регион. Детский турнир Кубок Банка Зенит, на котором блеснули о мячи, считается самым крупным в России. Ежегодно на него съезжаются лучшие команды со всей страны. Для Владимира Сиддикова золотые и серебряные медали такого уровня – самая дорогая награда для тренера. Именно если брать данную мою секцию, у меня занимается около 30 ребят от 2002 до 2004 года рождения. С прошлого года я набрал еще более мелких ребят, 2007 год рождения. В поселке Ростовке также и в Морозовке немножко поменьше. Получается из этих трех команд мы делаем сборную Омской области, выезжаем в соревнования. В планах у тренера не останавливаться на достигнутом. В Омске открыть бы свою федерацию по рэкбин и воспитать как можно больше настоящих чемпионов. Он уверен, после триумфальной победы его учеников количество желающих вступить их в ряды значительно прибавится.